Добрый вечер, уважаемые команды, сотрудники, уважаемые гости. Вашему вниманию предлагается доклад, который игрался на международном турнире в 2013 году. Суть, когда я не буду точно поговорить о том, что задача будет в следующем. Если вы возьмете несочетную удачную пластиковую коробочку от того же стилей диска, то при ярком освещении можно увидеть цветы и пятна, которые обрабатываются на этот самый диск. Цель задачи заключается в том, чтобы объяснить, откуда развлекаются эти пятна. Этот снимочек, честно скажу, после отслеживания эксперты, но не осводят предоставлено возможности, чтобы вы будете его получивать и справиться. Итак, прежде чем обсуждать проблемы, связанные непосредственно с списком, я могу остановиться. Итак, наша задача подъясниться в виде зрения футболиста. На среду всего, давайте, с формулированным, что вы понимаете подсветок. Если взять специалисты и справочники, то обуза, потому что цвету дается следующая характеристика. Цвет – качественная, субъективная характеристика электроматикного излучения фактического диапазона, определяется на основании физиологического, жизненного ощущения, из-за лечения физических, физиологических и психологических факторов. Естественно, в основном, мы не будем обсуждать всевозможные психологические, социальные и прочие факторы, но мы будем виновать в качестве характеристики склета, в том, абсолютно объективную характеристику – это скет. С этой точки зрения, можно сказать, что белый – это опять всякое из большой советской энциклопедии, белый свет – это оптическое излучение сложного спектрального состава, вызывающего человеческий глазок, нейтральство цветового подношения и ощущения, дает рассеянное излучение солнца, содержащие все цвета. Это не моя фраза, это я вас стяжу, хотя можно, тут не должно, конечно, по-третьему делать. Самое существенное для нас, что, когда мы говорим о белом свете, мы, прежде всего, рассмотрим излучение широкого спектрального состава. Я собираюсь продемонстрировать ряд экспериментов, доказывающих мою точку зрения, откуда возникают глаза. Для этого, в качестве источника света, я использую в мультимедийный проект. И для того, чтобы показать, что это действительно, что называется излучение с ложного спектрального состава, содержащегося цвета, воспользуемся при той прямой видении, но, как вы видите на экране, если мы расположим в спектрах, то вот эта вот белая полосочка, она дает нам все цвета, от фиолетового до шрама. То есть, действительно, на самом деле, мы можем говорить о том, что вот этот наш мультимедийный проект, в этом смысле заменяет солнечные источники света. Я не утверждаю, что спектр одинаковый, для меня существенное то, что, да, мы излучили, как вы видите, присутствует весь виденный диапазон. Следующее, о чем я хотел остановиться. Ну, давайте, прежде всего, воспользуемся принципом припрытого этапа и отмечем те явления, которые могут приводить к отражению, но которые, с вашей точки зрения, в данном случае, не играют существенной роли, и мы их отметим. Но, прежде всего, в поглощении света, искрательное поглощение, известно, что многие вещества поглощают света измерательно, поэтому, соответственно, в проходящем или вооруженном свете мы видим измененный спектральный состав, что человеческим глазом воспринимается именно как цвет. В данном случае, как вы видите, те кассеты, которые мы будем рассматривать, или те торогащики, которые мы будем рассматривать, они являются бесцветными и на просвет, и на отражение, поэтому глощение света мы предъявляем. Рассеяние света. Конечно, рассеяние света присутствует и в пластике, он присутствует и в пластике, особенно в том случае, если он запылет, или каким-то немножко образом покорудет. Но рассеяние света, это спектральная чувствительность достаточно слабенькая, значит, она определяется законом реле, и в данном случае, опять же-таки, особое реле не играет, Когда эти долго пристваживаются, то видно, что особенность торца приобретает немного голубоватый оттягивание. Следующий фактор, который тоже может приводить к появлению света – это интерференция света. Интерференция света в реальных условиях может наблюдаться в тонких плёнках, взять фотографию мыльных пузырей, которые в белом свете оказываются окрашенными. Но так как у нас толщина пластины, которая здесь мы используем, она составляет величины порядка миллиметра, а мы используем неманахоматические и некогерентные безлучения, говорится, можно сказать так, что длины когерентности не хватает на то, чтобы рассмотреть интерференцию света, отраженных от разных скромпластиков. Поэтому и это мы здесь оплачиваем. Ну и ещё определение, которое тоже широко известное, приводящее к закрашиванию – это дисперсия. В зависимости от показателях деломления, от длины ломки. Это, конечно, в природе веществ, которые обладают неоплодальной дисперсией, но в данном случае главным образом, из-за того, что наша пластинка плоско-параллельная, и толщина её маленькая. Это значит, диспенсионные эффекты, даже если они присутствуют, они значительно слабее диспенсионных, которые мы здесь соблюдаем. Ну и в одном из примеров я продемонстрирую, что здесь это действительно не такое существенное время. Поэтому переходим к основному нашему. Итак, посчитаем, что основная причина появления этих светоц, основная причина появления этих светоц – это поляризационные эффекты, которые появляются в данном случае. Ну, и этими основными эффектами, которые, с нашей точки зрения, могут объяснить возникновение цветов на вот этой самой пленке, о чем я хочу вам сказать, при освещении естественно неполяризованным светом, это зависит от коэффициента отражения, от состояния поляризации освещенного света, и естественно от угла обращения, и в данном случае, в данном случае, в данном случае. Ну, давайте, вкратце, постановимся на этих явлениях, связанных с прекрасными явлениями. Ну, начнем с отражения света. Хорошо известно, что свет является поперечной волной, поэтому для него существенны такие характеристики, как направление колебаний векторонапряженности, главного векторонапряженности электрического поля, по отношению к направлению распространения. С этой точки зрения, свет можно разделить на свет поляризонный и свет естественный. Значит, мы, главным образом, будем говорить о естественном свете, для того, чтобы есть инвестор, нам необходимо учесть то, что естественный свет можно представить в виде свободности двух взаимных, как инвестор, некогерентных между собой этих самых линей, которые нарисованы. При рассмотрении и отражении света, кстати, формулы, полученные черновая 19-го века французским визитам на Гюнском Фрейнере, падающая электромагнитная волна, вектор напряженности которой, естественно, для перегуляренного управления распространения расслабляется над ней компонентами. Одна компонента — плоскости падения, и вторая компонента — предегуляция плоскости падения. Согласно этим фронтам Лукшене, который осозначит исследование электромагнитного поля Максова, оказывается, что коэффициенты отражения этих фронт перпендитурованных взаимоспредитурных плоскостях различных. И поэтому, в общем случае, да, и он зависит от угла потихи. Я не стал выписывать фронт в Лукшене, надеюсь, что нужно знать, а кому еще больше будет. Здесь нужно выбрать в зависимости коэффициента отражения болты, которая поляризована перпендикулярно плоскости впадения и волна, которая поляризована в плоскости впадения. Основной фактор, который, нам необходимо будет в дальнейшем, slash, что если нет этого эффекта, то волна, которая поляризована в плоскости впадения, упоминаю, плоскость впадения – это содержащая К neighboring isọ нормально, и лучше прогundert. Эта волна отражается хуже. Здесь везде коэффициент в нее меньше, чем волна, которая, ну скажем так, падает с вломами у энергии с этим самымownитым. Для того, чтобы продемонстрировать этот эффект, мы возьмем обычную стеклянную пластинку и посмотрим на отраженный свет от этой пластинки. Излучение источника является не поляризованным, а также имеются приборы поляризованные, которые позволяют сделать этот свет поляризованным. На глаз можно заметить, что интенсивность отраженного света зависит от поляризации. Я вращаю поляризацию, тем самым меняю поляризованность, вы видите, на глаз видно, насколько сильно меняется интенсивность отраженного света. Также можно продемонстрировать, что отраженный свет сам консистент так и не изменится. Поляризованность. Итак, первый эффект, давайте мы еще раз подчеркнем, что при отражении света, а коэффициентное отражение зависит от полула падения, это раз, он зависит от состояния поляризации. Зависимость от длины волны, строго говоря, есть, она нужно показать в преломлении зависит от длины волны, оформленную френельном ходе показать в преломлении, но в данном случае это зависит абсолютно несущественно. Вы видели, что для стекла, хотя стекло обладает более заметной дисперсией, чем у нас в классе, для стекла никакого изменения цвета при изменении поляризации не происходит. В общем, можно говорить о том, что у нас в расширке звуков происходит одно и другое. Итак, это первый эффект. Следующий эффект, который играет существенную роль, это военной лучшей преломлении. Значит, военной лучшей преломлении было известно достаточно давно, потому как есть природный минерал, исландский факт, который обладает сиганой военной лучшей преломлением, но теория военной лучшей преломлении в начале 18 века дал голландский физик Юнгельс. Суть этого объяснения сводится к тому, что при возбуждении света в оптической неоднократной среде возникают две волны, которые имеют разные скорости и есть безусловно зависит от направлений. Одна волна имеет сферический волновой фронт и называется обжигновенная волна, вторая волна не обжигновенная. У нее волновой фронт представляется волной липсой. В данном случае я рассматриваю одноосный кристалл по один секундной липсой в расширке. Существенно то, что эти волны были рисованы в взаимно-дократикулярных направлениях, и существенно то, что они имеют рабочую скорость распространения. Но этим эффектом может быть объяснен эффект разделения изображений, что в общем-то я сделал Юнгельс, если воспользовать принципом Юнгельса и нарисовать два семейства вот этих волновых фронтоков источников, мы получаем две облигающие, но которые показывают, что направление распространения меняется. Но опять же хочу подчеркнуть, вот эти направления распространения, изменениях направления распространения, они определяются разностью показателей преломления для одной волны chỉ другой, но лишь не разностью скоростей обыкновенных, и ненавыкновенных лучей. Поэтому мы должны сказать с вами мы должны entender, что это обычно для пластика очень очень несущественный, поэтому изменением угла направления обыкновенного ненавыкновенного луча опять же при первом рассмотрении может осуществится. Следующий вопрос. Но известно хорошо, что двойное лучшим преломлением обладает анисотропное средство. Это кристалл. Пластик – это полимер, или коробочка из которых – это полимер. И, значит, из-за этого полимера, на первый взгляд, никакого эффекта двойного лучшим преломления быть не должно. Но на самом деле все пластики, в том числе и плексиглас, из которого обычно делают вот эти вот самые старые точки, этот плексиглас, значит, у него появляется двойное лучшим преломлением в том случае, если он находится в напряженном состоянии. Если он находится в напряженном состоянии. Что случилось? Минус для него. Боже, я против вас дырю, а? Значит, вот. Значит, если мы осветим пластик поляризованным светом, если мы осветим пластик поляризованным светом, то есть, посмотрите, никакого эффекта не наблюдается. Но если мы посмотрим на челюсть поляризованных, то есть, вы видите, что появляются, значит, разные цвета. Эти пламени этих цветов обусловлены тем, что две разные длинные волки по-разному изменяют состояние поляризации. Но мы наблюдаем белый свет. Мы наблюдаем белый свет. Ну, при желании, потом можно будет посмотреть, поляризов здесь меньше, значит, на этом поле. Существенно отмечаю то, что этот эффект, как видите, очень сильно зависит от длинной волны. Итак, при прохождении света через среду, которая возникает двойным лучшим граммом, может происходить изменение состояния поляризации света. Ну, и в связи с этим, давайте мы тогда уже будем, что называется, закругляться, значит, я приведу теперь окончательную идею объяснения данного эффекта. Объяснение данного эффекта. Но и потом, если мне будет подробно, я его продемонстрирую на экране. Значит, вот. Итак, эффект с нашей точки зрения. Основная причина появления цветов – мозгцев следующий. Итак, посмотрите, пожалуйста. У нас, представь, падает луч света. У нас лучи света падают по разным углам и имеют разную длину. Значит, этот луч, падающий на поверхность, он преломняется. В среде, которая обладает двойным лучшим преломлением, состояние поляризации этого света изменяется. Если мы внимательно рассмотрим изменение состояния поляризации, это изменение состояния поляризации зависит, во-первых, от угла падения, потому что меняется оптическая длина, просто так как зависит от длины волны. Нужна разность схода одной и каждой, но разность базы определяется длиной полны. Поэтому вполне возможно, что для каких-то длин волны, которые у нас присутствуют все спекты, и при каких-то углах, а у нас рассеянный свет, мы рассмотрим рассеянный свет, у нас получится такая ситуация, что он, проходя через вот эту пластинку, поляризация света изменится на 3 регуля. И если здесь у нас свет практически не отражается, ну, потому что он лежит в плоскости подъем, пройдя через среду, поворачивается плоскость поляризации, он падает, как бы, вектор поляризации падает в плаш мя, хорошо отражается этот свет, значит, отражается еще раз, здесь опять меняется поляризация. Если, предположим, меняется разность баз на 3, то восстанавливается исходная поляризация, и здесь нет красотворчения. Тем самым, вот эти вот два эффекта, вот такая вот каждая картинца, они объясняют появление дополнительного, достаточно сильного подражения света, которое зависит от длины волны, то самое существенное. И в связи с этим мы можем сказать, что вот эти два эффекта как раз и объясняют, и объясняют появление цветов на этой самой пластине. Ну и сейчас, извините, еще раз прошу прощения за задержку, значит, еще раз прошу прощения за задержку, этот эффект можно продемонстрировать следующим образом. Так, если внимательно посмотреть на эту самую картинку, ну так, ну здесь они очень удачные сучастники, но сейчас мы зайдем, кто-нибудь порушится, выражаем здесь. Значит, посмотрите, пожалуйста, можно видеть ряд полос отражений. И вот центральная полоса, она, как правило, является бесцветной, то есть отражение непосредственно от грани не дает никакого эффекта, то есть инфекция не проявляется. А если будем рассматривать какие-то другие отражения, другие отражения, соседние отражения, то эти другие отражения оказываются расписчиками. То есть, действительно, здесь при внимательном рассмотрении, ну, такой прощения нужно на пол подобрать лучшую пластинку, значит, вот, при внимательном рассмотрении действительно оказывается так, что из-за нескольких отражений от внутренней, от задней поверхности, как раз именно вот эти внутренние отражения, они оказываются окрашены. Ну, приношу свое извинение за задержку, большое спасибо, что меня потерпели. Я прошу прощения, уважаемые ведущие, у меня здесь есть освещение поляризованным светом. Можно смотреть на вот эту картинку, можно смотреть на ту картинку. У меня есть несколько запасных полироидов от членов жюри. Одной команде, второй. У вас есть свои, да? Можно посмотреть на поляризованном свете. Пока члены уже не снимут, где-то команды могут наподеливать. Я, извините, нарушу традицию вопроса сместа, Анатолий Иванович, можно в слайд с объяснением? Можно. Ещё вопрос есть? Да. Сейчас... Который последний был какой-то... О, вот это замечательно. Дело в том, что... Дело в том, что... Не только вы на поляризованном... Чуть-чуть люди все рассказывают... Мне сама семейная реализация очень нравится. Почему я говорю, что у нас есть два поляроида? Потому что обычно демонстрирую я студентам, и не только студентам, и лицейстам, угол блюстера замечательно, как на соседних зданиях, на окнах. Так. Так.